В Тихом океане эволюция шла стремительно. Как в воде, так и на суше. Обитателям островов пришлось приспосабливаться к новым условиям, чтобы выжить. Естественный отбор произвел на свет различные природные аномалии. Лишь в самых отдаленных уголках Земли они способны спастись от полного вымирания на островах, которые дают им жизнь. Это и есть чудеса океана. Чудеса океана – острова спасения. Тихий океан покрывает одну треть поверхности Земли. Что делает его самым большим и самым глубоким океаном. На этом гигантском участке воды лежат более 20 тысяч островов. Большинство из них находятся в южной части. Острова похожи на лабораторию. Они могут толкнуть эволюцию в неожиданном направлении или дать убежище тем, кто не способен выжить на материке. В западной части расположены Индонезийские острова. Один из самых маленьких – остров Комода. Это родина самых больших варанов в мире. Отдельные представители комодских варанов могут достигать трех метров в длину. Их тяжелые и массивные тела покрыты толстой чешуей. А на пальцах мощных лап у них острые когти. Во рту в несколько рядов, как у акулы, выстроились 60 острых пилообразных зубов. Съедая все на своем пути, вараны являются основными хищниками на острове. Они способны с легкостью найти добычу по запаху с помощью языка, как змеи. Со змеями их роднит еще и наличие в челюстях ядовитых желез. Вараны часто нападают на животных гораздо крупнее их. Эта особь ждет приближения жертвы. Вараны хватают жертву зубами и мощными мышцами тянут на себя, разрывая сухожилия крупной добычи. Например, буйвола. Раненое животное ищет спасение в воде. Но хищников уже не остановить. Мелкая добыча погибает быстро. Но буйвола ждет медленная смерть от яда, шока, потери крови и инфекции, занесенной грязной водой. Разрывая жертву на куски, вараны способны съесть количество мяса, равное 80% от собственной массы тела. Кроме комода, вараны населяют и другие близлежащие острова. Будучи умелыми пловцами, они проплывают почти полкилометра в длину. Эти звери научились особому трюку, который позволяет им заселять новые территории. В обычных условиях они размножаются половым путем. Но иногда самкам приходится прибегать к другому способу. В условиях отсутствия самца они откладывают неоплодотворенные яйца, из которых вылупляются здоровые детеныши. этот процесс, называемый партеногенезом, довольно редко встречается среди представителей присмыкающихся. Если самка доберется до новой территории, то сможет ее заселить. Но на этом история комодских варанов не заканчивается. до недавних пор ученые считали этих хищников образцом островного гигантизма. Их предками были рептилии меньшего размера. Не встретив конкуренции на острове, они превратились в гигантских ящериц. Но подробный анализ останков определил начало этой истории. Ее истоки в Австралии. Родине около 20 видов варанов. В том числе гигантского или перенти. Комодские вараны относятся к тому же виду. Кроме того, известно, что 4 миллиона лет назад они обитали в Австралии. 9 тысяч лет назад они доплыли до островов Индонезии, уже будучи гигантами. Островной образ жизни не превращал их в гигантских ящериц. Но спас этих удивительных хищников от неизбежного вымирания. Но не все гиганты обладают таким размером. Одному виду мелких гигантов также удалось выжить в Тихом океане. В 570 километрах от Австралии расположился Лорд-Хау – остров вулканического происхождения. Лишь в 1788 году его обнаружили люди. А змеи и грызуны не нашли его. В отсутствии хищников те животные, которые сюда добрались, претерпели особые изменения. Один вид превратился в островного гиганта. Палочник острова Лорд-Хау. Имея длину 15 сантиметров и вес взрослой мыши, он является одним из крупнейших насекомых планеты. Местные прозвали его древесным омаром. Но в 1918-м корабельные крысы напали на популяцию палочников. Считалось, что этот вид исчез. В 2001 году двое ученых высадились на острове Боллс-Пирамид. Он представляет собой утес высотой в 550 метров и находится в 23 километрах от Лорд-Хау. Это все, что осталось от древнего вулкана, который смыла вода. На ветках редких кустов, растущих на утесе, ученые обнаружили небольшую группу гигантских палочников. Никто не знает, каким образом насекомые добрались до этого убежища. Возможно, птица, которая строила гнездо на Боллс-Пирамид, перенесла их личинки. Или целую особь, которая посчастливилась оказаться на ветке. Как и в случае с комодскими варанами, шансы древесных омаров на выживание увеличила способность к портеногенезу. Благодаря той небольшой группе ученые вывели тысячи особей в неволе. Эти уникальные насекомые избежали вымирания. Но ради их безопасности ученым предстоит истребить популяцию крыс на Лордхау. В Тихом океане взгляд притягивают коралловые атоллы, обрамленные пальмами. Эти острова созданы миллиардами крошечных коралловых полипов. В дневное время мы видим, как они формируют вокруг себя известковые скелеты. Вместе они образуют коралловые рифы, которые за миллионы лет превратились в острова. Позднее появились и пальмы, выросшие из самых необыкновенных семян на планете. Кокосов. Водонепроницаемая оболочка позволяет им держаться на воде более ста дней. Когда кокос оказывается на берегу, зародыш питается мякотью, чтобы стать пальмой. Если ее не украдут. Пальмовый вор или кокосовый рак – 4-х килограммовая членистоногая, самая крупная на местной суше. Пальмовый вор, населяющий все южные острова Тихого океана, самый крупный рак-отшельник в мире. Их взрослые особи настолько сильны, что не прячутся в раковинах. Эти членистоногие являются островными гигантами. взрослые особи имеют голубоватый окрас и могут достичь одного метра в длину. К брюшной полости этой самки прикреплены яйца, в которых находятся личинки. гигантами. придет время, она отложит их в воду, которая перенесет их на другие берега. Если на острове есть кокосы, то пальмовые воры где-то рядом. Эти замкнутые раки ведут ночной образ жизни и предпочитают есть в одиночестве. Эта особь вышла из укрытия. Пробраться через заросли ей помогает удивительный нюх. А охотиться передние клешни, чья сила может сравниться с силой тигриной пасти. С их помощью она разделается с любыми фруктами, рачками, падалью и с драгоценными кокосами. В Тихом океане особое место занимает Галапагос. Это группа вулканических островов, лежащих в тысячи километров к западу от Эквадора. Некоторые молодые вулканы еще действуют. Поднявшись со дна океана, они превратились в безлесные скалы. Течения окружающие острова полны пищи для голодных морских обитателей. Но лишь немногим видам сухопутных животных удалось отыскать эту территорию. медлительная галапагосская черепаха едва ли похожа на путешественницу. Полуметровая рептилия весом 250 килограммов является самым крупным сухопутным пресмыкающимся в мире. в юности чудаковатый Чарльз Дарвин любил кататься на широких спинах этих черепах. И не только он. Когда-то гигантские черепахи водились на большинстве материков. считается, что их предки попали на Галапагосские острова через Южную Америку миллионы лет назад. Путешествие протекало достаточно легко. Благодаря размеру они способны были продержаться без пищи и воды около года. Они достаточно плавучие. а благодаря длинной шее могли держать голову над водой. К концу последнего ледникового периода они исчезли с материков. Но на островах они избежали погибели и развелись в самостоятельный вид. форма панциря черепахи зависит от территории. Например, на крошечном острове Пинсон у них сформировался панцирь в виде седла, что позволило без труда дотягиваться до пищи. Опунции. На острове Санта-Круз черепахи питаются растениями, покрывающими холмы. У них сформировался куполообразный панцирь. Благодаря ему холоднокровная черепаха сохраняет тепло холодными ночами. Но иногда она перегревается. ванна помогает рептилии охладиться и избавляет от паразитов. Но этим займутся другие. Вьюрки Дарвина они пытаются привлечь внимание черепахи. она поднимает голову и вытягивается. Таким образом птицам достается легкая добыча в виде клещей. А черепахи долгожданное облегчение. На юге Тихого океана множество вулканических островов. В этом огненном кольце сосредоточены три четверти активных вулканов планеты и очаги большинства землетрясений. Жить там необычайно опасно. Эта колония Олуш может погибнуть в любой момент. Но риск приносит свои плоды. Тихий океан подвержен геологическим изменениям. На наших глазах до сих пор рождаются новые острова. К северу от Новой Зеландии лежит молодой остров Уайт Айленд с действующим вулканом. Ему лишь 150 тысяч лет. Извержение вулканов 70-х оставили здесь кратеры. Внутри бурлит кислотное озеро. Живым существам здесь не место. однако на дне обитают экстремофилы организмы, которые способны жить в экстремальных условиях. За пределами кратеров на месте леса, уничтоженного более 30 лет назад, появляются новые чахлые деревца. Здесь обитают лишь птицы. Недалеко от скал на краю острова колонию основали австралийские олуши. Воды они бороздят в одиночестве. Но год за годом пары собираются на берегу, чтобы вырастить птенцов. В любой момент всю колонию могут уничтожить ядовитый газ или новое извержение вулкана. это опасно. Но здесь нет хищников и достаточно пищи. Олуши превосходно пикируют. Прижимают крылья к телу и падают в воду словно стрелы, достигая скорости 145 километров в час. При вхождении в воду хрусталики в их глазах меняют форму, что позволяет им видеть рыбу на расстоянии 23 метров в глубину. Со дна котлована, на краю которого находится Уайт-Айленд, плывут глубоководные рыбы. Именно поэтому олуши и размножаются в этом месте. И не только они. Здесь охотятся и дельфины. Они подплывают к целым стаям рыб снизу и отгоняют их к поверхности воды. Прямо в лапы к голодным олушам. Новая Зеландия В пятистах километрах к югу от Новой Зеландии на краю континентального шельфа лежит еще более древний архипелаг. Окленд. Южные гладкие киты бороздят субантарктическое глубоководье в поисках пищи. Но перед рождением детенышей самки уединяются в укромных бухтах Оклендских островов и воспитывают их здесь до тех пор, пока они не смогут отправиться в открытые воды. И другие морские млекопитающие находят здесь пристанище во время поиска пищи. Это редкий вид морских львов новозеландский. Самцы преследуют здесь особую цель продолжить род. Пока взрослые борются за первенство молодые особи тренируют силу для предстоящих сражений. сражений на берег выходят самки крупные самцы словно срываются с цепи. Самки не уйти от яростного громилы весом 450 килограммов. Выбрав гарем, он будет бороться за него, даже если погибнет самка. самки должны родить детенышей, которые были зачаты год назад. в течение года они кормят малышей и охотятся, чтобы пополнять запасы молока. через неделю после родов самки готовы к спариванию. А самца придется защищать свой гарем от соперников. Во время брачного сезона крупные морские львы подвергаются испытанию на прочность. Нужно оплодотворить как можно больше самок. Но пока взрослые заняты, молодой самец делает свой вклад в генетическое разнообразие вида. Остров, на котором обитают морские львы, – это всего лишь остаток материка под названием Зеландия, который затопило еще до появления млекопитающих. 94% территории размером с Индию находятся под водой. Она простирается от точки южнее Оклендских островов до самой Новой Каледонии. В Новой Каледонии находится крупнейшая лагуна. На морской территории размером более 15 тысяч квадратных километров обитает разнообразная живность. Эта территория обрамлена кораллами. Тем не менее, она не является коралловым островом. На суше Новой Каледонии обитают древние виды. Из трех тысяч здешних видов растений 80% не встречаются больше нигде. Величавая Араукария обращена к экватору, что делает ее более открытой для солнечных лучей. Они появились в юрский период, когда все южные материки представляли собой единое целое. Эти хвойные деревья спаслись лишь на тропической территории. Почва богата губительными запасами металлов – никеля, кобальта и хрома. И бедна необходимым для жизни фосфором. Эндемичные растения приспосабливались к этим условиям миллионы лет. Но один вид прибег к крайним мерам и стал заимствовать питательные вещества из животной плоти. Эволюция наделила кувшинные растения самыми исключительными листьями, которые предназначены для ловли насекомых. На кончике листа из крошечного усика образуется стручок самой невероятной формы. Он постепенно наполняется воздухом, раскрывается и становится эффективной ловушкой. Жертву манит аромат нектара. Но она соскальзывает с края стручка прямо внутрь, тонет и превращается в обед. Железы выделяют ферменты, способные извлечь из пищи такие полезные вещества, как фосфор и азот. В отличие от кувшинника, это растение не ждет, когда добыча угодит в ловушку. Это – россянка. Ее листья покрыты тонкими волосками, на кончиках которых содержатся мешочки со слизью. Многие насекомые не могут устоять перед ней. Жертва приходит за пищей и застревает. Чем больше сопротивление, тем сильнее хватка хищника. Росянка не упустит добычу. Слизь блокирует наружные дыхательные отверстия насекомого. После 15 минут борьбы оно погибает. Особые железы на поверхности щупалец выделяют ферменты, которые способны разложить жертву изнутри. Отдав растению необходимые вещества, насекомое превращается в пустую оболочку. Большую часть наземной территории материка составляют острова Новой Зеландии. Здесь своих детенышей растят сородичи морских львов. Песку морские котики предпочитают скалистую местность. Пятимесячный детеныш все еще питается молоком. Но уже ищет приключения и исследует территорию. Чтобы пополнить запасы молока, матери приходится чаще выходить на охоту. Без материнского надзора детеныши исследуют новые места и сталкиваются с тем, чего прежде никогда не видели. На берегу южного острова Новой Зеландии пятимесячный морской котик отправился в путь. Впервые ему открылась возможность увидеть свежую воду. Его сородичи возвращаются обратно домой. Но этот малыш пошел по запаху, исходящему от воды. Чем дальше, тем больше трудностей и испытаний. Но неожиданный результат поражает взор зверька. В зарослях скрывается водоем, в водах которого плещутся десятки сородичей. Большинство молодых зверьков остаются там на несколько дней, а проголодавшись, возвращаются к матерям. В этом уединенном месте можно плавать, дурачиться и заводить дружбу. Без присмотра взрослых. Именно в отдаленных от берега местах уникальная природа островов проявляется в полной мере. Густые тропические леса Новой Зеландии чередуются с горами и ледниками. Отделившись от материка 85 миллионов лет назад, она стала местом появления уникальных видов. Самый древний обитатель островов – это Туатара. Имея поразительное сходство с ящерицей, эта рептилия обладает еще и чертами крокодила. 250 миллионов лет назад ее примитивный предок делил территорию планеты с динозаврами. Будучи последним представителем своего рода, она пытается выжить на отдаленных островах. Холоднокровная и необычайно медленная. По невероятному стечению обстоятельств крошечная Туатара стала доминирующим хищником на суше. Новозеландские футлярокрылы здесь относительно недавно. Их предки прилетели сюда 20 миллионов лет назад. Вместе с другим, ныне вымершим видом мелких мышей, они были первыми млекопитающими, достигшими этих островов. Не встретив хищников, эти животные развили мышиный образ жизни. и стали все чаще охотиться на земле. Летучие мыши и Туатары были единственными конкурентами. Поэтому новозеландские птицы претерпели необыкновенные изменения. Нестор кака относится к виду крупных попугаев и обитает в лесу. Во время обеда в тени он издает громкие звуки. Обыкновенный попугай. Но 15 миллионов лет назад в результате столкновения тектонических плит образовались южные Альпы. В течение этого периода одному виду попугаев удалось приспособиться к горному образу жизни. Кеа. Единственный в мире горный попугай. Согласно исследованиям, Кеа являются самыми сообразительными представителями животного мира. Поведение и рацион питания горных попугаев значительно отличаются от их лесных предков. В горной местности меньше источников пищи. Поэтому им приходится применять ум, чтобы раздобыть ее. В их рацион входят 200 видов растений и животных. В жестоких горных условиях большее значение имеет энергия, а не ее источник. Мяу! 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 Две особи заигрывают друг с другом. Самец хватает самку за клюв, устанавливая брачный контакт. Юные особи наблюдают с интересом. Их глаза и клювы обрамляют желтые кольца, которые исчезнут с возрастом. Но на Тихоокеанских островах не только Кеа перенесли такие необычные изменения. Ночной образ жизни ведут 3% птиц планеты. Включая киви – самую известную нелетающую птицу Новой Зеландии. Ночная жизнь и маскировка успешно защищают ее от хищных птиц. Под шерстью спрятаны крылья, которые киви больше не нужны. Но с их помощью предки киви прилетели сюда 50 миллионов лет назад. При отсутствии хищников и изобилии пищи на земле киви перестали летать и превратились в своего рода ежей. Это единственные птицы, имеющие ноздри. Даже в полной темноте они способны учуять запах добычи. Напоминающие кошачьи, усы на морде и у основания клюва позволяют им ориентироваться в темноте. Последние исследования обнаружили нарушение зрения у третьей всей популяции киви. Некоторые особи оказались полностью слепыми. Возможно, в скором времени они и вовсе перестанут видеть. Им нет нужды расходовать энергию на бесполезный орган чувств. Чаще всего киви выбирают партнера на всю жизнь. А после рождения птенцов вместе занимаются их воспитанием. Будучи размером с курицу, самка откладывает яйцо того же размера, что и эму. Оно настолько большое, что до откладывания она перестает есть. Инкубационный период длится около 80 дней, и в это время снесенное яйцо высиживает самец. С появлением птенца родительская забота с лихвой окупается. В отличие от беспомощных птенцов других видов, киви появляются на свет уже полностью оперенными. Первое время умереть с голоду им не дают запасы белка. А затем они отправляются на поиски пищи самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok